Дота 2 В четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tipo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV Так, 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 так Так, это не та команда, к сожалению. Мы сегодня смотрим с вами другую команду. Сейчас у нас Snikinix Assassin против E-Series Gaming HyperX. Я сейчас их вам включу, собственно, и будем смотреть. Немножечко в пупыхах мы с вами эту игру стартуем. Но, тем не менее, все должно быть окей. Так. Вот здесь только так сделаем. И вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот, все получается. Народ, всем еще раз привет. Всем добрый вечер. Мы с вами стартуем тот самый американский отбор на International 4. У нас второй матч на сегодня. Первый на этом стриме должен был быть. Но, к сожалению, ребята из ИХ не смогли собрать 5 человек. Поэтому у них были проблемы. И они проиграли первую игру по тех лузу. Так что игры не получилось. На второй матч с вами обязательно врываемся. У нас будут играть Snikinix Assassin против команды E-Series Gaming HyperX. С вами сегодня адекват. Поехали. Поехали смотреть. Сразу немножечко оговорюсь, чтобы не было никаких потом проблем. В Dota TV нас не слышно. Потому что мы не успели зайти в лобби. Концентрентом все стало хорошо. Вот. Поэтому слушайте именно на Твиче на нашем канале. Итак, E-Series Gaming у нас играют за Reddent, за Dyer, Snikinix Assassin. Уже сделаны первые пики, сделаны баны. Давайте смотреть. Итак, Triant Protector и Brave King от E-Series Gaming. Snikinix Assassin взяли Miran и Clockwerka в банах. Батрайдер, Инвокер и Mi Pog, что самое интересное. И также Ликантроп, Синькинг, Outfall Devour и Death Prophet в банах от E-Series Gaming. Ну что. Бан достаточно интересный. И пики, кстати, тоже. Я будто параллельно наблюдал за матчами. Когда, собственно, у меня матчей не было. Я видел, что там Тренд Протекторы брали во всех трех матчах. Я вижу, в этом матче тоже взяли. Ну, вы знаете, на американских играх Тренд Протектор останется самым юзабельным, наверное, персонажем. Можно сказать и так. Ну, очень часто его берут и делают наставку на этого персонажа. Кентауэр нас с ластбаном во второй стадии. Отъезжает на Синькингс Ассасин. Вторая стадия пиков у нас уже пошла. Ну и самая интересная часть, конечно же. Давайте быстренько по составам тоже пробежимся. Итак, Синькингс Ассасин, Задайр, Флафф и Стап на капитанском слоте. White Pearl, Тексмайк, 88, Синей, ЮСХ. Ну и у E-Series Gaming HyperX. Инхидара на капитанском слоте. DDX, Папита, Зурдо и Фуллбек. Вот такие вот у нас ребята будут сегодня катать в доту. Ну, надеюсь, катка будет очень интересной. Интересной. Надеюсь, что у нас все будет не в одни ворота. И все действительно будет окей. Ребят, по поводу доза я не знаю, насколько он прекратился. Будет ли он вообще. Но пока вроде бы все окей, поэтому будем с вами комментировать. Как оно дальше будет, я без понятия, собственно. Так что все должно быть. All right. Мы надеемся на это, конечно же, что все остальные матчи мы с вами обязательно откомментируем. Итак, что тут демоны забирают себе третьим пиком. Ребята, Синькингс Ассасин, сформировая тем самым даблу героев. Достаточно агрессивную, достаточно хорошую даблу на ранней стадии игры, которая позволяет, впрочем, неплохо, помимо того, что фармить, так еще и гангать и убивать противника. Ну и, опять же, юзание этих персонажей возможно на любых лейнах. Они могут стоять как и в миде, так и на оффлейне, так и на легкой линии. Уникальная достаточно дабла такая. Ну и очень часто она юзается в профессиональной татусцене. Вот Синькингс Ассасин решили через этот даблу поиграть. Ну, кстати, хочется отметить тот факт, что у Синькингс Ассасин уже есть одна победа. Первый свой матч они выиграли. Причем достаточно просто. Так что на плюс морали, скажем, они уже готовы играть дальше. Насчет Иссирис Гейминг у меня информации нет. Ну, посмотрим, посмотрим, как они будут играть. В любом случае будет интересно. Так, 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 так. Ну, что можно сказать, в принципе, об этих двух командах? Ребята из... Иссирис Гейминг это у нас аргетинцы. Полным своим составом. Все пять человек. У Синькингс Ассанс это американцы. Ну, у них, скажем, состав более-менее такой известный, что ли, вам всем. Да, их Смайк, Флафенстав, они участники команды Team Liquid, а третьем интернешн или были, собственно, вы их прекрасно помните. Ну, а остальных, наверное, игроков вряд ли. Ну, кстати, пака взяли тем временем Иссирис Гейминг. Четвертым пиком Шадоу Шаман заехал к Синькингс Ассасинс. Ну, что, и четвертый пик от Иссирис. Что мы видим? Шадоу Шамана забирает Синькингс. Шадоу Шаман тут непонятно, в какой роли будет выступать. То есть, в принципе, это, возможно, будет какая-то трипла Мирана Шадоу Демон и Шадоу Шаман. То есть, Миран в качестве керри-героя два супорта Шадоу Демон и Шадоу Шаман. Клокверк на сложную. Либо же, что Душамана поставит в мид. На быстрое получение шестого уровня и, в целом, усиливание пуш своего потенциала. Ну, Иссирис Гейминг и ПРХ. Понятное дело, что в Ривкинг у нас будет в качестве керри-героя. Триан протектор у нас это суппорт. Ну, и пак, конечно же, митер. Ну, вот осталось еще добрать какого-то суппорта и оффлейнера для аргентинцев. Посмотрим, кто это будет. Ну, вот, видим, Кидара уже тратит свой резерв тайм. Немного времени осталось до выбора героя. Ancient Operation. Ну что, хороший суппорт. Очень часто уезжается в профессиональной дота-сцене. Сейчас Иссирис Гейминг его действительно себе забрали. Так, я быстренько посмотрю, что у нас там в Дота ТВ. Слышно ли? А, ну в Дота ТВ нас не должно быть пойти. Слышно? Так что я не парюсь. Ну, тем самым сформировали себе триплу. То есть тренд Ancient Operation 2 суппорта в Ривкинг фармит. Трипла очень сильная. Опять же, несколько замедлений. Есть Даррик Стан. Это очень круто. Ну, в принципе, я бы не сказал, чтобы они, наверное, могут пойти в сложную линию. Это триплой, ввиду того, что все-таки два амилишника, это не очень хорошо. Но на легкой линии, думаю, отстает хорошо. И в Ривкинг проблем с фармом у него, думаю, не будет. Так, у нас последняя стадия банов. Убирают оффленер. Как раз оффленер не хватает Исирис Гейминг. Ну, а здесь убирают мидера, темпларочку. Исирисы решили, что именно мидер не хватает. Иссирис и то, что Shadow Shaman именно будет наскачать в себе суппорта. Ну что, интересное решение. По одному пику осталось дело. Давайте смотреть, кто это будет. Так, ну, теперь мы будем точно знать. Shadow Shaman в качестве семи-суппорта или в качестве мидера у синей. Ну, наверное, вы все прекрасно понимаете, что товарищи синие, они в качестве фаворита в этой квалификации подходят. То есть они претендуют как минимум на топ-3. И их игра, наверное, наиболее интересна будет зрителям. Ну, а так Исирис Гейминг, конечно же, тоже очень сильно мотивированы. Всем охота попасть на Интернешнл. Поэтому будут стараться. Я в этом уверен на 100%. Шторм Спирита забирает пятым пиком Сникеникс Ассасинс. Это у нас мидер. Да, Shadow Shaman все-таки в качестве семи-суппорта. Хорошо. Ну и ласт пик от Исирис Гейминг. Так, ну, пак уже, в принципе, есть против Шторма. Да, остался напикать оффлейнера. Ну, по сути, против триплы. Хотя, вы знаете, Мирана, Шаду Демон, Шаду Шаман вполне могут триплой вниз отправиться. Вообще, возможно, такие варианты, что Мирана, Шаду Демон пойдет в мид, Шторм Спирит на легкую, Шаду Шаман в качестве семи-суппорта в лесах, Клокферк на сложную. В общем, в вариантах с Мираной, Шаду Демоном просто миллион. Назначено сразу прям так и не скажешь. Так, ну и ласт пик. Ласт пик, Инхидара. И будем смотреть уже непосредственно за этой картой. Это Никс Ассасин и это оффлейнер. Ну что, пик в целом хороший получился. Давайте поставлю вам вот такую штуку. И будем смотреть за дотой. Почему бы и нет? Ну вот ребята разбирают себе героев. Давайте глянем, кто на ком. Икс Майк взял себе оффлейнер и мы видим Клок Верка. Синей будет на Миранке. Вайт Бёрд на Шаду Шамане в мид пойдет Юсеха на Шторм Спирите. Ну и Фаффен Став на Шаду Демой, получается. Это сникеникс Ассасинс. Ну и команды Сириус Гейминг. Так, Гипер Икс. Зурда взял себе Никса. Инхидар, Капитан Камана и Штопорежни. ДДХ будет играть на Паке. Фулбэк будет играть на Брейв Кингке. Ну и Папита на Триан Протекторе. Выбор сделан. Теперь уже будем смотреть непосредственно за исполнением этих коллективов. Так, ну давайте глянем. Кто, куда, зачем и почему пойдет. Мне вот очень интересно расположение линии именно у команды Сникеникс Ассасинс. Да, все-таки. Как они расположат свое Трипло? Это во многом будет, конечно, определять Early Game. Потому что захватить инициативу с Мираной Шаду Демой, Шаду Шаманом можно. Но вы сами понимаете, комбинация сплофт просто шикарная. То есть уйти из-под дисрапшна и эру невозможно никак. И это факт. Там плюс еще сверху салт кейдж какой-то будет накидываться. Да еще и случай, что Раста может подержать. То есть если Шаду Демой где-то будет отсутствовать, то Раста просто кинет сеточку и опять же будет 100% эру. В прямом случае у нас пятером с Никеникс Ассасинсом побежали на нижнюю линию. Попытку, знаете, устроить себе First Blood до прозвучания гонга. Вот видят они здесь... Ой-ой-ой-ой. Чуть не подставился в Рэвкинг. Немножечко вышел, увидел противника и тут же вернулся под свой Тауэр. И правильно сделал. Значит бы здесь, конечно, было ему плохо. Но в целом все обошлось, мы видим. Поэтому, наверное, First Blood все-таки не будет наблюдаться у нас до спауна крипов. Ну, все, значит, интересное будет у нас потом. Итак, триплат все-таки в сложной линии у Синей. Ну, есть в этом определенный смысл. То есть понятно, что в Рэвкингу фармить давать нельзя ни в коем случае. И Тир и НДВК с этой задачей будут справляться, думаю, на 5 с плюсом. То есть здесь проблем быть не должно. Ну, в Рэвкинг подходит к крипочкам. Замахивается, получая сразу три тычки. Как минимум, от Синей. Уже проблемы. Уже вынужден будет вбригаться сюда триант протектор с ливинг армором. Уже должен быть Тир и Штопарейшн тоже, который будет отпугивать противника. Ну, в любом случае, триплат против триплат всегда интересно. Видим, что Никса и Сириус, товарищ Сурда, собственно, отправили в мид. Против него будет стоять Шторм Спирит на Шторм... Да, Юсаха будет на нем играть. Все нормально. И на арт лейне все-таки Пак. Пак против Клокверка. Ну, в целом, сложно, наверное, сказать. Я думаю, все-таки у Шторм Спирита проблем быть не должно. Как никак он рэджевой персонаж по сравнению с Никсом, который милишный. Да, и поэтому с Крипстатом проблем быть не должно. И с тем, чтобы, например, гонять своего оппонента. Это такой момент. Ну, а на топ лейне Пак придется немножечко постараться. Все-таки на сложной линии. Там их с Майклокверк. Ну, в принципе, тоже, видимо, ничего не боится. Стал, что Доп заходит просто такой ключом, дал ему по голове. Под Крипами, правда, подставилось. Поставил Коги, лежает ману DDX. Еще и Крипотики подбивает, конечно. Но у них тут своя дота. Я, правда, сомневаюсь, что кто-то из соло персонажей сможет сделать фраг. Ну, какой-то из First Blood, да. Думаю, что все-таки у нас на трипле должны быть какие-то файты. Пока мы видим, как Рейвкинг у нас спокойно фармит. Мирана напротив стоит. А суппорты занимаются тем, что делают сами пулы. Причем дабл спау на себе саурутили. Здесь поставили вардец. Здесь тоже, в принципе, вард стоит от Исирис. И будет ли попытка кого-то сцепить. Заходит Шаду Демон. Ставит с антриварди в варде. Фаффен Став ищет цель. Килинг Тач на развороте. Став получает Вайт Бёрд. Какие же бешеные плющицы будут прилетать в спау. Исирис гейминг. Есть замедление. Ну, спрятал Дисаб, что у нас хорошо в Рейвкинга. Дальше вот так он не прошел. Вайт Бёрд просто отхиливается. И феррс Блада не получилось. Но мы видим, что Исирис и сами уже готовы воевать. И это здорово. Несмотря на то, что против них агрессивная трипла. Они сами пытаются синициировать и пытаются убить. Ну, для этого, конечно же, у них есть замедление. Дарик Стан опять же тот же самый. Есть Чилинг Тач. Который накидывает плюс 50 дэмэдж каждому своему тиммейту в трипле. Это очень много. Но сегодня мы, видимо, опять вернулись к нейтралам. Немножко необычно это видеть. То есть, когда суппорты, находящиеся на оффлейне, делают пулы. А не суппорты, которые находящиеся на лёгкой линии делают пулы. На территорию фуллбэк славил Эроу. Ну, синие немножечко его продамаживает. Убить, конечно же, не получится. Но, в целом, прицеливается. Пока делает поправку на ветер. То есть, уже подготавливает площадку себе для дальнейших хороших Эроу в этой карте. Так, на территорию в миде. Никс Ассасин против Шторм Спирита стоит. Шторм Спирит 12 на 1. Никс у нас 6 на 0. То есть, Шторм Спирит здесь, конечно, идёт полный перефарм. Доминация на карте. На этом лейне. В частности, действительно, всё у него хорошо. Ну, мы это с вами, в принципе, предвещали. И понимали, что Шторм Спирит должен линию свою выигрывать. Идёт он ещё за руной регенерацией. То есть, всё у него окей. Стоит вордец, который видит спауны руны. Такого ворца у Никса нету. В этом, конечно, по аниме тоже минус. Что-то плейдем. Быстренько пройдёмся. Итак, пак у нас 10 на 3. Здесь Клокверка 6 на 1. Ну, пак тоже за счёт того, что всё-таки персонаж ржевого характера выигрывает свой лейн. Ну, хотя Экзмайк особо, думаю, не парится. Под своим тавором. Левел 3 себе уже получил. И пытается Крипотиков добивать по возможности. Такое. Ну, в целом, очень интересно, что... Интересно, что уже ни одного ферстмада сделанного не было. То есть, третья минута оказалась при таких агрессивных лейнах. А всё равно ФБ нет. Команды хоть и пытались это сделать. Но, в целом, пока у нас на табло нули. Смотрим дальше. Чёртая минута встречи. Пошла подфармить нас по-прежнему в Рейвкинг. Кстати, если сравниваем двух керри героев на триплах. То есть, мы видим, что здесь сейчас будет атака. Флаффенстаф или нет. Флубэк. Хорошо получает дисрабшит. Солкетчер. Эрон потапливает синее. Да ладно! Попадает фулбэк. А большие проблемы. Ещё в сеточку вы поддержали. Эпикармор вешается. Нужно забивать. Добивает ферстбат. Убивает Борда. Большие проблемы. Забивает его. Энштапарыш. Это один в один. И погоня пошла. Дайвим триант протектора. До конца. Шторма залетает. Но первого уровня, конечно же, много дэмэджа не внесёт. И уходит спокойно. У нас триант протектор. В живых остается также флаффенстаф. Разменялись один в один. Но, что самое главное, ферстбат сделали ребята из синей. Они получили деньги. Но они получили всё, что им нужно получить. Да, что-то у шаманов отметился ферстбатом. Насколько я понимаю. Денюжку себе получил, хоть и сам отъехал. Ну и, конечно же, тот самый ключевый момент, что они убили керри героя, а потеряли субпорта. Это тоже нужно иметь в виду. И пока синей захватывает инициативу на этой трипле. Сейчас немножечко поспокойнее. Думаю, будут действовать и сериас гейминг. Прекрасно понимая, что очень жёсткая триплава противника. Так, на середнем Шторм Спирит. 26 на 1 против Никса. 15 на 4. Драка за руну. Приходит первый по Пита. Руну забрал и ушёл. Да, но тут ни с чем, собственно, остался Шторм Спирит. Ну, летит тут Боттл. Есть только Талисман, Сапог. Левел пятый мы видим. Второй Литворд, их старая пассивочка. Оверлоуд тоже на 2. У Никса пока левел пятый. Ну, в целом, конечно, задачи тоже разные. Кстати, смотрите, в Инвизис подходит Папита. У Шторм Спирита-то пока нет ультимейта. Можно его убивать. Есть подкопчик. Пошёл Лич Сид. Пробиваем с руки очень сильно. Шторм Спирита пробивает. Пытается он идти, но нет ульта. И дальше, если чем подавить. Вот будет подкопчик в 4 секунды. Идёт до конца. Зурд, он прекрасно понимает, что есть возможность сделать фраг. Отбивается Шторм Спирит по возможности. Подкоп нужно дать. Нужно дать подкоп. Мансует у нас здесь ИСХ и в живых остаётся. Но не получилось сделать фраг, мы видим. Такое. Ну что, продолжаем смотреть дальше. Что у нас там будет происходить. Ну, даблуй здесь остались, видим, ребята из ССРС Гейминг. Fluff and Staff уже пошёл атаковать. Ну, здесь правильно, по таврам, конечно, нужно стоять. Не подставляться ни в коем случае. Ну, и на топ-лейне у нас пока... Так, отключу птичатик. Надо хорошо будет. На топ-лейне у нас пока всё спокойно. Пак у нас выформил себе сапог, левел 6-ой. Там к нему летит, видимо, Боттл. Да, он его старается обусть. Ринков Базилиус. Впрочем, дефолтный вариант. У ИСМайка тоже самое. Сапог Боттл. Есть левел 6-ой. Есть ТП-шка, так что, если где-то какой-то экшн будет происходить, моментально, конечно, будет реакция. И прилетит ИСМайк. Да, тебе мишень и простит. Ну что, фармит дальше. В Рейв Кинг. Пытается. Он Т-дилл 16-ой. У него КС. У Миран 20 на 8. У Синея здесь немножечко покруче. Ну, опять же, продолжает эти вот суппорты делать. Пулы вдвоем, принимая себя попараллельно урон. Типа, получается, стал на сегодняшний Вайт Бёрд. В моментале, Флаффен Ставфу дает дисрапшн. Выкидывает Штул Пойзон. Филинг Тач пошел. Фуллбэк идет до конца. Попита пытается достать своим личным домом. Погоня до конца. Еще один стан Вайт Бёрда. Солкетчер пошел. Эрро залетает. Попиту, конечно же, силый дэмэдж, но убили. Что-то шамана. Попита пытается прогрызть. Вылетает. Там был латенький ИСХ. Вовремя поднял его шестой. Протягивает еще и фуллбэка. Хукшот мимо. В исполнении ИСХ Майка подставился под стандарь. Снастепление Миранда и Штар Шторм. Липаут. Пытается жить. Подставляется под Карапайс. Ничего страшного. Ну и на хосте там Никс бегает. Покупается Аркейн Буци. Возвращается. Мимо всех. Виндетта успел смотаться, кстати. Вырежет ли он кого-то здесь. Что-то демона пытается пробрать. Да, у него получается. Делает фраг. Какой жесткий этот зурд. Самое стандартное решение. Прямо в центре замеса. Отбегать куда-то в леса. Чтобы купить себе Аркейн Буци. И вернуться, чтобы сделать фраг. То есть достаточно интересный мух. Ну у нас, видимо, Пак. Единственный, кто не принимал участия в этом замесе. Так что в целом 4 на 5 дрались ребята из Синей. Ну а Синей были в полном составе. Подтянулись все. Но, видимо, драку выиграть не получилось. Восьмая минута встреча. Все время пошла. Есть смысл, наверное, взглянуть на индивидуальный нетворс. Кто же лучше всего нафармил. Ну в итоге вышло, что лучше всех нафармил Шторм Спирит. Ну, его в мите никто не мешал. По сути дела он спокойно бил Кребочков. И еще и сделал фраг. Плюс ко всему. Так что одни плюсы кругом. 2.900. Дальше идет Никс. Ну, Никс. Тоже нормально фраг сделал. Да, то есть тоже с мидом. В целом not bad. Но проигрывает немножечко Шторм Спирит. Буквально 200 монет. Ну дальше идет Пак. У нас на сложной линии, который в замесах участия не принимал. И 3.4 идет Мирана. Где в Рейф Кинг? В Рейф Винг только топ-6. Опять же Disruption. Soul Catcher Arrow залетает. Большие проблемы у Рейф Кинга. Пытается, по-прежнему, сейвить его своим, конечно же, Ливинг Армором. Залетает. Икс Майк ставит. У нас хорошие Коги. Буллбэк. Много дэмэджа получает. Умирает, конечно, Когвир, но умирает. Ищет Рейф Кинг. Это очень важно в Love and Staff. Стоит под центре Вардом. Дримскойл ему тут ДТХ не дал никуда уйти. И 1-2 получился размен в пользу Исириаса. Но опять же, забрали оффлейнера и суппорт, но отдали керри героя. Это намного, наверное, ценнее все-таки. Ну что, смотрим дальше. В девятом это встреча, в те времена, пошла. Много активности, вы знаете. Говорил я о том, что вроде бы в качестве фаворита должны подходить ребята из Синейей к этому матчу. Но Исириаса дает хороший отпор. Отличные драки проходят. И, в принципе, за место они выходят победителями. Единственная, конечно, проблема в Рейф Кинг Аут. Если этот парень не перестанет умирать, то будет все хорошо у Исириасов. Есть у него, видим, сапог. Есть брейсер, левел пятый, третий стан. Там второй у него на первом Ампере Кауру. Еще плюс в седьмом прокачал себе. Так, ну и в мид. Атака от Зюрда. То есть предусмотрительно поставили Синтри Вард. Смотрите, Схай его цепляет под Сол Течером. Электрит Вордекс. Здесь Зюрда карапасирует, одного подкапывает. Пытается уйти. Дисрапшн. Тут моментально ливинг армор. А теперь Клокверк забрал фраг на, опять же, на Рейф Кинге. У нас продолжают бить Зюрду. У него большие проблемы. Баг пытался подсейвить. Не получилось этого сделать. Ой, да ладно, мало ли. Не хватило, что распилит, чтобы улететь. Еще раз попробовал. Получилось на этот раз. Вышел и, в принципе, в живых остался. И в итоге два фрага делают с ней. На разных, правда, чатах картах, но тем не менее. Ну, то есть, опять же, на топе подфитил в Рейф Кинг. Что он делал один без суппортов, на сложной линии, я не понимаю. Ну, факт в том, что опять нафитил у него. Слабый относительно надвор, стоит немножко получше, чем у суппортов. Все отвратительно. Но тем не менее, мы видим Синейей, который на Миранке. В принципе, особо не умирал. Три ассисты имеет. Есть у него фейсбуцы, есть Ринков Базилиус, Маджик Монт, левел 7. Штаб Шторм и Максит, мы видим. Ну, и сюда же возвращается в Рейф Кинг, по-прежнему левел пятый. Ну, и бегает Зурда, пытается найти противника, Бладивардик. Видит, что он спирит из пол-ХП. Кстати, хочется забрать, очень хочется забрать. Давайте посмотрим за этим моментом. Итак, Зурда, над атаку, МПЛ моментальный, хорошо подкопал, Монобёрн, делает фраг в соло. 6-5, красавчик. Все получилось, правда. В ответочку уйдет, ребята, из Синейей. Лафанстан встречает соло кейджером, и Смайк. Включает рока Материас Саут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Немножечко неудачно он тут когами. Проставил, не захватил оппонента. Фраг сделать не получил. Снизу, тем временем, фраг. Опять делать на врывкинге в соло, Мирана. Да ладно, как? Что происходит? Эра у Блюштар Шторма накрывает врывкинга, и сделать ничего не смог Трэнт Протектор. Это бред. Это просто бред, 6-6. Ну что, смотрим дальше, что будет происходить. Так, у нас в пакте время МПТ. Есть боттл, левел 8, 385 монет. Никс, Никс, Никс. У Аркейн-Буци есть боттл, левел 9, 1300 монет. Ну и снизу. Снова приходит врывкинг, снова пытается его продамаживать. Здесь Юсуха вместе с Иниэном залетают дальше. У фулбека большие проблемы. Давай отстанет с Дримкоилл. Вовремя потянулся на ДТХ. Врывкинг опять же отъехал. Ихсмайк на Хидара. Убивает его тоже, это минус 2. Ну и погоня дальше. Ну тут Винвиз предусмотрительно спрятал своих тиммейтов Мирана. В принципе, 2 фрага безответных они сделали и могут ретироваться. Бегает Никс. Еще цель. Видит Шторм Спирит и будет у него еще атака. Есть подкоп. Хорошо, боноперн. Это фраг. Карапасируется моментально, пытается уйти. На хосте, конечно же, он сможет это сделать. Но я отомстил. Может быть, не столько, сколько хотел бы его команду. То есть, сделал не 2 фрага, но 1 фраг на Шторм Спирит. Это важно. Ну и сразу вырывается в топ-1 по Нетфоресу. Очень, знаете, такая активная дота у нас получается. 12 минуты встречи. Смотрим на графике. Видим, что преимущество Синеи 1500, по ХП 1000. Вот так вот. Так, ну и Никс. 1700. Близок там, чтобы купить себе быстрый Даггер Зорда. Ну, нужно еще немножечко подфармить или сделать какой-нибудь 1 фраг. Байтмертность. Рейдмаркин Буцилл 6 уже имеет, в принципе, свои змейки, которые может поставить для того, чтобы спушивать Тауэр. Где-то пока еще не было возможности их проюзывать. У Шторм Спирита 3-2-1 стат ПТ. Есть намеки на то, что будет делать себе Обливиан Став с выходом, конечно же, Вокет. Ну и в миде готовится на этого Шторм Спирита атака. В проем уже здесь ребята из Сириус. Нет никаких Даггеров. Незапно ворваться не получится, разве что только с Инвиза. Ну, Шторм Спирит уже отошел. За руны пошел. Иксмайк тоже здесь. ПТшечка. Есть Боттл. 2-1-2. У него стат Левел 8-й. Один раз он всего лишь промазал хукшотом. Сейчас видят здесь Пака, что будут делать. Саленс. На двоих моментально. Пак пытается идти на Лизорер. Шторм Спирит врывается. Ой-ой-ой-ой. Что-то демон себя спрятал. Летает у нас ракеточки. Теремь музыка полежал дальше. DDX поставил Дримс Койл. И его просто будут убивать через Электрик Фортекс. Это фраг. Заходит Зурда. Нет, здесь Интри вода не видно. Его пытается делать какого-то раскаст. Видит Вайтберда. На развороте Вайтберд. Дал, конечно, свои Змейки. Но они, в принципе, будут здесь бесполезными. И фраг для Зурда. Ну, Их Смайк пытается тоже жить. Поставил Коги. Не пустил под себе противника. Потом сматывает. Здесь пробежал. А в Рейвкинг-то что здесь делать? Да боже, ну что за провал такой в Рейвкинг? Ладно, какое-то перерождение на этот раз было. И в итоге он потерял только свой ультимейт. Но в живых остался. Ну, как так можно? То есть команда уже подралась. Ты идешь сквозь Змейки. На ровном месте теряешь перерождение. Но это вообще не Камильфо. Странно, странно очень получается. Ну, что поделать. Смотрим дальше, что у нас будет происходить. Ворвались на Шторм Спирита. Ну, это Никс, опять же, гуляет здесь. Нужно зайти в Никс Ассасином глаз да глаз. У него есть Даггер уже. Он может и не через Вензет ворваться, в принципе. Смотрим дальше, что будет происходить. Пока 9-9. Счет вроде бы ровно. 14 минута встречи пошла. Но на графиках есть преимущество у Синей. По экспертам, в принципе, они тоже впереди. Счет того, что неплохо отформил Эмирана в итоге. Шторм Спирит врывался, есть Обливион Став. В целом, необходимый артефакт они себе выформили. То есть мы посмотрим по надворцам индивидуальным. Видим, что Эмирану топ-1. 5 тысяч денег у нее есть. Шторм Спирита 4-800. Ну, а героя противника намного меньше. Конечно же, в суппорту тоже практически ничего не выформили. Ну, тренд. Хотя Аркейн БЦ есть уже. Аварграф есть. Лавус 8-мой. В целом, неплохо. Ему больше, по сути дела, ничего. Для счастья ей не надо. Так, залетает ракетка. Ну, вот пак без Даггера, конечно, это тоже очень-очень плохо. Не может он синицировать. Не может хорошего на замес начать для своей команды. Ну, и тут под Смоком побежали ребята из Синей. Лавн Став вместе с Файтбёрдом. Поставили СН-3 обсервы. И, да-да, ставятся в Орды. Будут заходить на Рошана. Беспайл пытается его очень быстренько забрать. Здесь нет вижен у ребят из Сириус Гейминга. И аргентинцы должны только почувствовать то, что противник сейчас убивает Рошана. Ну, даже, в принципе, если они про это знают. Я, правда, не уверен, что они смогут здесь подраться. С другой стороны, есть Айс Бласт. Почему бы и нет? Ну, пока, видимо, не заметили оппонента. И Этвард, к сожалению, ничего не палит. И поэтому спокойно, что он спирит забирает себе Аегис. Ну, и многострадальный врывкинг у нас. Формил нейтрал. Сейчас 2-5-3 у него стат. Брейсер ПТ, левел седьмой. Ну, то есть, всё очень плохо. Да уж. Тяжела у него игра. Да уж. Так, Айс Бласт. Намин пытается убить Шторм Спирита. Айс Бласт улетел никуда. Да, в итоге ничего не получилось. Так, Шадо Демон снизу у нас все временем пытается получить себе Экспу. Но, в принципе, левел 6-го у него уже есть. Сейдж Маска хочет купить себе урну. Урна будет запоздалая. Но у него 3 смерти. Откуда-нибудь денег взять, по другой стороне. Тут у нас медалиновка рейс уже есть у Шадо Шамана. Ихс Майк бегает у нас Клоакой. Шторм Спирит. Шторм Спирит у нас... Ну, а Егис, да, вот у него подготовочка к второму Обливиан Ставу. Ну, и в целом хочется сразу Окет, конечно, себе получить. Чтобы уже мог соло врываться и кого-то убивать. Ну, и все хорошо у Мираны тоже, да. Прежде ему держит, что она топ-1 по Нетфорсу. 17-го минуты встречи. Продолжает фармить топ-линию. Никого не боится. Ну, и, наконец, смок-атака от Осириас. Им нужно что-то в корне менять. Фрейд Кинг не выфармливает себе шмотки. Значит, в Лейт он выйти не сможет. С таким темпом фарма. Нужно сейчас устраивать какие-то войны. Желательно их побеждать. И вот такие вылазки, в принципе, под смоками, они могут помочь. Забегают, забегают. Здесь когда-то фармил у нас Мирана. Но Мирана отсюда уже ушла. Поэтому никого, наверное, не найдут. На территорием Синей просто пятером собрались по миду. Пытались пушить Тавар. Это, кстати, будет для них второй Тавар. Не постеснялся у нас товарищ Вайтбёрд поставить смейки. И потихонечку-потихонечку Тавар убивать. Ну, в целом, видим, по Таварам сейчас будет 2-0. То есть ни одного Тавара и Сириаса снести не смогли. В этом параметре у них тоже большие проблемы. Ну, вот стягиваются в мид. Слишком поздно они это делают. Вроде бы Айс-Пласт сейчас залетает. Неплохой Айс-Пласт. Ну, а по продолжению никакого нету. Бегая здесь у нас товарища Зурда. Ну, со всех сторон у нас стоят варды. И поэтому все его передвижения будут видны. Пробежался. Пробежался тоже, конечно же, он боится. Потому что его зацепят очень быстро и убьют. В итоге я врываться не стал. В теории, у нас у Мирана 1900 монет уже сверху есть. Посмотрим, будет ли он фармить 7 Мидаса. Все-таки сразу пойдет в линку какую-то. Ну, то есть дефолтные артефакты на 7 керри Миране будет собирать. Ну, а главное, что удерживает топовую позицию по Нетворсу. Конечно, думаю, вполне довольны таким результатом. Да, ну и преимущество, видимо, со временем растет у ребят из Синьи. То есть уже порядка 7 тысяч оно составляет. Очень даже неплохо по XP 3000. Здесь уже, конечно, нужно что-то менять ребятам из Исириас. Иначе будут большие проблемы. У Врифкинга 1100 монет после ПТ и Брейсера. Левел восьмой. Пытается фармить только нейтралов. На линии ему вообще выходить не дают. То есть постоянно принимают. Так же сирением раскаст. Мирана пошел. Айсбласт мимо. Смайк ворвался. Не точно. Немножечко промазал кукшотом. Попал в крипов. Ну и погоня за ним пошла до конца. Карапассирует Зурда. И скорее всего уйдет. Хотя Иера такой наход кидал у нас товарища Мирана. Все равно промазал. Здесь отлично сыграл Никс. Ну, был бы хороший айсбласт. Возможно, можно было бы сделать и фраг какой-то. Но увы. Есть нас глип фортификейшн от Синьи. Не отдают они третий Тавар по миду. Снизу им уже Тавар подпушивают. Третий Тавар хотят забрать ребят из Синей. И мы видим без сопротивления. Тавар падает. В целом дополнительные денежки для команды Дайер. Надеюсь, Тавар мы видим не отдали. Будут за него драться. И это правильно. Ну вот идут пятером ребята из Синьи. Очень важная драка сейчас может быть. Инвиз от Мирана моментально вкастовывается. Надо давать какой-то беспалевный Эрро. Эрро пока в кулдауне. 2800, кстати, у Мирана. Прежнему деньги ни во что не инвестируют. Ну окей. Так, за все временем Клоаку. И точнее у нас в Hood of Defense появляется Клоак Верка. Даже так. Ну и вот тут сразу Майл Шторм все-таки в исполнении Мираны. Решил выйти с такого дамажащего, скажем, Симми Керри. Ну, по сути, с такой доминацией почему бы и нет на самом деле. То есть ей никто не угрожает. Ее не убивают практически. Она бегает. И если будет замесить выдавать свой ДПС, то будет только хорошо. 1.04 у нее стат, мы видим. Ни разу не подвергался какой-либо атаке. Ну и у Юсаха в тем временем тоже появляется хороший артефакт. Это Окид. На 20-й минуте Смида. Плюс ПТ, плюс Тонеталисман, Боттл и Мэджик Вонду. Это очень-очень здорово. Так, ну и вот видим Завурда. Ее сейчас подставится. Посмотри, будут большие проблемы. Ой, подков не туда. Изглас будет залетать. Шторм спирит. Изглас попал. Да ладно, как так-то на ровном месте. Что-то Демон пытается его сэйвить. Девардинг. Боллайтинг, конечно, пытается и выйдить. У нас проклятие-то, что парышный. И получается у него это сделать. Конечно же, изглас уровня первого. В никаком аганиме даже речи быть не может. Поэтому выживает у нас Шторм и Спирит. Но близок был к смерти. Нужно поаккуратнее играть и на ЛОХП не бегать. 1900 нафармил в Рейв Кинг. Ну, фуллбэк, я не знаю, что тебе поможет в этой карте. А в топ-7 по Нетворсу уже, это, конечно... Это беда, это полный провал. Начало игры было убито. То есть, здесь абсолютно правы были синие, когда отправили триплу в сложную линию. То есть, набление в Рейв Кингана дало о себе знать. Сейчас на такой стадии игры и Сириусы драться просто не способны. Ну, это по кулдауну Змейк. Whitebird просто пытается спушивать тавыра. И это неплохо получается. Они уже покушаются два тава снизу. Здесь пытаются какое-то сопротивление организовать ребята из Иссириуса. IceBass залетает. Прыгивает у нас с Верением Никс. Под Хастой, кстати. IceBass никуда. Arrow. Тоже мимо. Ну, есть ульта у нас в исполнении Зурда. Ловит его в сеточку. Пытается пробить. Кукшот тоже, Эксмайка был. DreamScoil все поставляют. Отсенеет. 1-2-1 размен. Внутри заходит у нас еще и Triamprotectal. Дал оверграф. Залетает Шторм Спирит. Начинает разваливать команду противника сейчас. Бегает Фулбэк. Есть у него перерождение. Вот Мирану убили, конечно, не очень приятно. 2-2 получился размен. Эксмайк поставляется под стамп, под тавром прогрызает. Фулбэк очень больно. Эксмайк проседает. Отбивается стиками. Батлом тоже пытается жить. Фулбэк потерял жизнь. Лохопешный персонаж лучше бы отойти назад. Ну и Фулбэк после перерождения будет убивать Флафа. Убивает его. Детерение врывается. Исыха все-таки до конца. У него мана фул оказалась. Да ладно. Можно убивать всех противников. Найти Triamprotectal загрызает его тоже. Минус 2 суппорта. Фулбэк проседает очень сильно. До конца идет наш Торм Спирит и делает даблкил. Ну, по сути, это был его трипл. Если бы там один фраг у него кто-то не своровал, то был бы трипл. Ну, а так в целом тоже неплохо. Как бы там не было замес выигрывать, конечно же, Синей. Хотя 2 на 2 вначале было. Но и Тавр снесли. И команду противника поубивали практически в полном составе. Да еще и в Рейф Кинг у нас умер дважды, получается, после перерождения. Ну, так у нас получается 22 минута. 14-12 преимущества по фрагам Синей. Казалось бы, небольшое. Но мы взглянем на эти графики и увидим, что там 12 тысяч по деньгам. Это очень много. Ну, и по Испе там около 7 тысяч тоже, в принципе, очень сильно. Да, ну и тут, видимо, уже топ-3 по Нетфорсу, ребята, из Синей. Ну, вот как их доставать сейчас непонятно. Где этот многострадальный в Рейф Кинг Феллбек? Феллбек у нас купил себе даггер. Ну, этот даггер, по сути, говорит о том, что он должен инициировать. Они должны драться. Драться у них не получилось в 22 минуты. Сейчас уже драться, по-моему, бессмысленно. Потому что Синей неплохо реагирует на эти все перемещения противника и на любой ганг отвечает контргангам. Вот видим, что делает Синей. Он просто пошел, по тавор кинул Эру, дал Штаршторм и отбежал. Наглеет. Конечно, наглеет. И, в принципе, ситуация позволяет это делать. Ну что, 1200 монет мы видим у Мираны. Подфармим будет она дальше. Хочется купить себе какой-то Мьелнира, может быть, и Манта Стайл. На самом деле, здесь сейчас у Синей достаточно большой выбор в плане айтем-билда. То есть, любой артефакт, какой бы она купила, был бы здесь, наверное, хорош. Можно в дэмэдж ухать и глубоко. Можно немножечко на деф сыграть. То есть, под, скажем, подусилить своего персонажа, путем покупки БКБшки или Манта Стайл для кинсферы. То есть, здесь нужно подумать, что в данной корректной ситуации будет повернее товарища Синей. Я думаю, айтем-билду выберет правильный. Ну, пятером, по миду подкатковает здесь у нас Штаршаман. На развороте вылетает Шторм Спирит. Проблема у Вайтберда. В инвиз пытались его спрятать. Смотри, вард поставили. Вайтберд должен умирать. Но Иксмайк на развороте будет цеплять кого-то Коги. Пока никого не цепляют, подцепили по Тауру на след протектора. Коги по всем ставит Иксмайк. Что творит? Он залетает. На Шторм Спирит разорвали противника. Боже, Миша. Дядя Миша не простил. Вот это Коги. Вот это просто потрясающе. Да, и... Так, у меня какие-то проблемы, видимо, с доткой, что ли. Или что? Вот, вот, вот она. Отлагала сразу. Все хорошо. Я думал, опять нас досят. Но вроде бы ничего подобного мы не видим. Ну, что в итоге получается на одного Штаршамана просто вчетвером. А далее здесь Ирис Гейминг. Пак единственный, кто, по-моему, не умер. Ну, у него был эскейп, у него, конечно, появился Даггер. Ну, и, конечно же, в ответочку Синей сразу пошли и будут спушивать у нас Т2. Без каких-либо шансов. Два четвертая минута встречи. И, действительно, не догнать уже Синей. Скорее всего, никак. Ну, 14 тысяч преимуществ. Мы видим уже, начиная с... Какой получается? Ну, где-то с шестой минуты. Как вот инициативу захватили Синей в свои руки, так они ее не отпускают на протяжении всей карты. Сильно. Ну, и 1300 моментов, видимо, Шадоу Демона. Покупает себе Point Booster, будет делать Аганим. И у Ксмайка тоже Point Booster. Ну, все в Аганим они будут выходить. У Уайтберда тоже появляется Point Booster. Так что, в целом, еще парочка неплохих драк. Снесение до 2 тавера на топе. И с Аганим уже, наверное, будет игру заканчивать. Ну, Гарклапа и Юсихей. Купил себе БКБшечку. И вот здесь, конечно же, Мигелнир уже появляется у Мираны. Готовый. Ну, и появляется следующий Рошан. Второй Рошан по счету, получается. Первый достался Синеям без сопротивления. Ну, и второй, по всей видимости, тоже. Ну, вы знаете, Исирисы начали хорошо. Первые минуты игры были где-то за ними. Они даже ввели по счету, устраивали неплохие камбэки. Но переформили их Синеям. Потом уже, конечно, было сложно. Могнобление в Рейфингану сказалось. Как бы там не было. Залетает Айсбласт. Увидит сейчас Исирисы. Что Рошан уже пал. Но, видимо, среагирует, это не успевает. Пытались подпушить 2 тавера на топе. 1, точнее, извиняюсь. Не получилось. Пришла Мирана. Мьелнир у нас. Есть Драма Фэндженс, левел 15. Да, ну и здесь пак. Смотрите. Ой, пак, пак. Смотрите, с дабл дэмбеджа влетел. Есть Сайленс. Илезорь, репни туда. Иксмайка с руки пытается пробить. Что Роспирит в ответочку. Должен найти. Пол Мануи уже потерял. Неприятно. Влетает дальше. Вот он видит здесь этого DDX. Кинул Сайленс. Подцепил Летрит Фонтексом. И сделал фраг в соло. Это из разряда такой пословицы. Не убиваешь ты, убивают тебя. Вот то же самое произошло у нас с товарищем Паком. Фраг сделать не смог. И в итоге его убили. Ну и последовательно, скажем, Синей подходит к убийству второго Тавра сейчас. На топ-лейне. Концентрирует свои силы. Соберутся в пятером. Ну и пропушат. Ничего нового нет. Ряд протектора. У него есть левел 11. Всего лишь фуллбэк. У нас даггер. Есть брейсер. И Энш Топорейшн. Астрактил Б� левел девятый. Ну и где Врэйф Кинг после даггера? Ничего. 784 монеты. 4-7-5 счет. Нетворс. Четвертый снизу. 5-700 он выформил себе за игру. У Мираны 10-800. Да уж. Ну тут юзается еще, конечно, Ливинг Кармор. Пытаются как-то сэвить Иссириуса своей башни. Но Тавр все равно упал. В размен хотя бы пойти что ли. Тут фуллбэк настроен агрессивно на этот Тавр. Пытается его забрать. Юзается глиф фортификейшн. Сэвить. Ну не тот просто будет заход на хг. Ставится в арты. Знает, что глиф потратили ребята из Иссириуса. Это отличная возможность просто Тавр снести. Тем более со змейками. Ну почему бы и нет. Юзается Драма Фэндженс. Айс Бласт залетает. Нужно бы как-то его сэвейдить, сдоджить. Пак влетел хорошо с Расказ. После Айс Бласта. Дидикс на развороте будет тоже проседать. Большие у него проблемы. Отправляется он в Таверну. Бегут дальше. Фуллбэк. Подставляется под Коги. Юсуха здесь под БКБшкой его раскладывает. Есть ли перерождение? Да, перерождение будет. Оверграф. Зурда влетел. Под Ког по двоим неплохо. Юсуха проседает. Юсуха есть на Игс. В принципе можно дохнуть. Тикс Майкл вдохнуть нежелательно. Пак сделал байбэк. Дидикс все-таки опять отъехал. После байбэка уже. Штарш Торма залежает. Прыгает дальше Миран. Она с молниями конечно со всеми расправляется очень быстро. Дисрапшн. Зурда тоже в Таверну. Фуллбэк подстаррил под Эрроу. Ультра килл в исполнении синее. Ну и это минус сторона. И скорее всего минус игра. Да, ну с Никки Никс Ассасин прям вы знаете катком идут по своим оппонентам. Сейчас две катки. Точнее вторая игра получается на их счету. В рамках этой квалификации. Везде доминация. Безговорочная по сути дела. Ну пока в мид. Видимо что противники еще не пишут ГГВП. Очень хотят поиграть. Ну пусть играют. Напомню также пока вам что дорогие друзья на этом стриме. Для вас буду комментировать сегодня 7 матчей. Две из которых уже практически подошли к концу. Вот вторая подходит к концу. Еще будет 5. Так что впервые будем слушать музыку. Общаться в чатике конечно как обычно. Ну и ГГ наконец пописали ребята из-за серии. С аргентинцем не удалось хорошо стартануть. Бывает. Ну синие откровенно говоря тоже были очень сильны. Реализовали полностью свой пик. Трипла в сложной линии оказалась. Ну хорошей на самом деле. Все получилось сделать как надо. И закономерная победа получилась для синией. Поздравляем. Поздравляем их. Молодцы. И будем немножечко наверное прерываться на короткую паузу. Следующий матч у нас начнется. Когда он там начнется? Я не знаю. Ладно. Поставлю вам короче окошечко. Вы там думаю найдете. Вот. Ну и не забывайте подписываться. Вк.ком. Слышь адекват.тв. Ребята услышимся. Через короткий промежуток времени. Пока перемещайтесь на канал Старалдер 1. Там второй или третий. Смотрите игры. Если они еще идут. Вот такие вот.